Гитфан на связи! Давненько не было на канале видео про старые добрые корабли в релизе, а ведь некоторые из них получали сумасшедшие улучшения, о которых стоит рассказать. Исправляюсь! Встречайте обзор на Принц Оиген! Любопытно, но ни на него, ни на Хиппера, у меня нет обзорчика на канале, а так как корабли очень похожи, я сейчас смогу убить сразу двух зайцев. Так что в этом обзоре вас ждет рассказ про сильные стороны данных кораблей, сравнения относительно друг друга и, конечно же, советы по раскачке и тактике. В общем, от поклонников немецкой ветки я жду лайки, жмите смелее на кнопку и погнали! Скоро лето! Уже успели подумать, как будет развлекаться ваш ребенок в эти теплые дни? Не хотите, чтобы он опять сидел дома? Тогда присмотритесь на новинку Iconbeat Kick Scooter Unicorn! Легкий, компактный и надежный электросамокат! То, что нужно для безопасного вождения! А составить ему компанию в летних прогулках вы сможете на крутом электровелосипеде, который можно получить абсолютно бесплатно! Торопитесь, розыгрыши пройдут в мае! Ссылки в описании! Вообще, оба этих корабля противоречивы. В теории они оба могут подарить вам вот такой вот бодрый, адреналиновый бой, в котором вы без особых усилий нагнете. Все потому, что жира в этих крейсерах много, заметно больше большинства одноклассников, так что идти в агрессию на них, в принципе, реально. К тому же усугубляет этот факт и то, что если вы не будете подставляться под стволы противников, даже ромбом, то в нос редкий залп нанесет критичный урон. Исключение тут, конечно же, линкоры с 460-мм стволами. С ними лучше не шутить. А вот со всеми остальными играем, и даже при возможности рвем дистанцию, ведь если мы сможем подойти к ним достаточно близко, то утопим противника торпедами. Ну а если встретиться на пути эсминец, то сможем подсветить его гапом и опять же убить. Скажете, наверное, что это адреналиновый коктейль, а не корабль. И удивитесь, наверняка, почему же я не рассказывал про них раньше. Но тут, ребят, все потому, что эти корабли очень непросты. Мне изначально вообще не зашел ни Хиппер, ни Ойген. Причем не только мне. Длиннющий список улучшений корабля после релиза это только подчеркивает. Но даже сейчас выдавать на этих крейсерах стабильно высокие результаты смогут не все. И причин тут несколько. Живучесть. Вроде она неплоха, но только до той поры пока не подставляемся. В отличие от Гинденбурга, до которого нам еще качаться и качаться, любая оплошность на Ойгене и Хиппере карает сурово. Даже изменение бронирования кораблей особенность эту не исправила, и потому на дистанции нередко можно поймать неприятный и критичный урон от линкора. Так что тактика держимся далеко и при этом спокойно наносим урон для немцев не универсально и работает не всегда. И не только потому, что этот корабль большой и в него достаточно просто попасть. Нет, тут еще важно знать нюансы артиллерий. Стволы злые. Вытаскивают цитки из крейсеров, а из линкоров на бронебойках могут вытащить существенные цифры урона. Но это все случается только лишь в борт. В противном случае, если противник не лопух, или у него есть возможность спрятать от нас борт, то бронебойные снаряды чаще всего будут бесполезны. Исключение только лишь для тех случаев, когда вы сможете выцеливать уязвимые зоны и стрелять именно в них. Но для этого необходимо, как минимум, знать эти зоны. Правда? И это, опять же, один из факторов сложностей. Ну а фугасы тут менее результативны. Даже после улучшения пробития в 0.66 наносить стабильно высокий урон фугасами получается не всегда. Шанс на пожар небольшой, потому я могу сказать как факт, линкоры под фугасным дождем Хиппера и Ойгена живут очень даже комфортно и неприятно долго, что, конечно же, нас не устраивает. После взятия сигналов на пожар, отчасти, конечно, этот минус сглаживается, но не стоит обольщаться. Лично я использовал фугасы только для исключительных случаев. К примеру, если линкор идет строго носом к нам или же появляется на горизонте эсминец. В остальных случаях я целил бронебойками, которые хотя и тоже рандомны, но в случае успеха и пробития урон от них получается весьма существенный. Низкая скоростейность тут, как нельзя, хорошо подчеркивает факт, тактика заплевывателя тут не работает. Так что, на мой взгляд, рационально в боях стараться ловить противников в барта. Не просто, конечно, но, замечу, оно того стоит. Для этого необходимо научиться понимать, где находятся благоприятные позиции для этого. И, возможно, сейчас кто-то из вас уже увидит в Хиппере отличного вышибалу, типа того, которым была пенсакола да перепила американской ветки. Но, ребята, тут облом, ведь у меня еще не закончился список противоречий. Стволов у немцев всего восемь, и это мало. Причем, замечу, если мы включаем в бой кормовые, то и сами мы при этом неплохо так подставляемся. А это значит, что залпы ваншоты в нашем исполнении – это исключение из правил. Хотя иногда они все-таки случаются, что приятно. А еще, если вы надеетесь сыграть тут в геймплей пенсакола, то я вам напомню, что посредственная динамика, максималки хода аутсайдерские, да и маневренные качества, которые совсем не радуют – это все описание немецкого крейсера восьмого уровня. Причем, еще и маскировка тут отвратительная. Принц при полной раскачке засветится аж на 11 километрах 700 метров, что для крейсеров уровня многовато. В общем, тактика – подкрались, ударили и убежали опять же тут неуместно. А это значит, что момент для сокращения дистанции необходимо выбирать ну очень тщательно, ведь в случае ошибки безнаказанно уйти мы уже не сможем. Еще пару слов, наверное, стоит сказать еще и про ПВО. Данную характеристику, мне кажется, лучше всего покажет вот этот бой, когда в меня по непонятным мне причинам упоролся вражеский авик 10 уровня. Он меня гонял весь бой, очень сильно мешал играть, но в ответ принц все-таки смог неслабо покосить ряды авиации. Вот скажите мне, каждый ли крейсер сможет сделать это с авиком на 2 уровня выше, причем без особой раскачки в ПВО? Думаю, что тут ответ очевиден. И так вот, на этот момент я надеюсь, что вы уже поняли, что же я имел ввиду, говоря, что эти корабли противоречивы и непросты. Ну а для тех, кто ждал сравнения, озвучу список. Хотя корабли эти и систершипы, но, как и стоило ожидать, премиумное напыление делает принц более играбельным, что ли. Принц чуть-чуть толще хиппера, но самое главное, что в расходниках сюда в одном из недавних патчей завезли ремонтную команду, что сильно отразилось на живучести корабля. Хиппер же, как прокачиваемый, имеет менее вкусные, но все же усиления в ТТХ. Чуть быстрее рули, немного меньше радиус циркуляции и на 500 метров лучше незаметность. Ну а из значимых отличий, замечу, что ап перезарядки достался орудием хиппера. Но что примечательно, даже с этим апом и незаметностью, корабль все равно сильно проигрывает одноклассникам в этих характеристиках. Так что в геймплее существенно, на мой взгляд, хиппер слабо отличается от Ойгена. Ну а при всем этом, Хилка прощает часть ошибок и продлевает бой, что, думаю, бесспорно, куда полезнее для крейсеров восьмого уровня, которые в большинстве своем таким расходником обделены. В общем, если вдруг вас интересует моя раскачка, вот она. Раскачку командира начал с приоритетной цели, чтобы точно понимать, когда можно наглеть и стрелять полными залпами. Дальше башни, опять же, чтобы быстрее и комфортнее можно было менять атакующие борта. Дальше боб от авиков. А потом я взял маскировку. Зачем Козе Баян, спросите вы? Ну помимо привычных аргументов в стиле крейсер, который не светится, живет дольше, я еще замечу, что благодаря маскировке проще подходить к целям ближе. И с большей гарантией в этом случае получается всаживать криты. По крайней мере, мне такой геймплей охотника порой очень помогал держать планку дамага. Возможно, скоро еще я сделаю еще один выпуск про немцев восьмого уровня, но уже покажу просто бой с озвучиванием тактики. И после него, я думаю, вы поймете, что раскачка в маскировку имеет свои плюсы. Ну а подтолкнуть меня к созданию этого видео сможет ваш лайк. Ставь его авансом под этим видео, и если немцефилов окажется много, то ролик появится скоро. Дальше по перкам вариативно. Либо вы, как я, берете интенданта, взрывотехника и, что важно, мастера заряжающего для быстрого смен приоритетных целей, либо можете заменить взрывотехника и заряжающего на один из перков на ПВО четвертой ступени. Но лично я играл, повторюсь, без особой раскачки в ПВО и, кажется, не страдал. Модернизации классические для немецкого крейсера, и обращу сейчас только лишь внимание на пятый и второй слот. Так как мы стараемся подлавливать противников в борт, важно, чтобы они до последнего нас не видели, так что необходимо взять маскировку. А во втором слоте я взял двигатели, потому как на моей памяти движок принца критуется при любом удачном случае. Но это может быть просто мне так не везу. По тактике боя скажу только лишь парочку небанальных советов. Упарываться, рвать дистанцию в начале боя категорически нельзя. Очень рисковая тактика, и даже в боях с островами идти на такой шаг можно только если вы уверены в поддержке. Но в большинстве своем я бы рекомендовал играть осторожно и выполнять роль наковальни. То есть есть союзные линкоры. Логично, что к ним ваши противники будут держать ромб или даже идти просто носом. Ваша же задача в этом случае просто выйти этим противником в борт. Вряд ли они очень быстро от вас решат его прятать. Но при всем при этом вам необходимо не упарываться, а просто заходить на фланговую атаку. Причем без особого фанатизма, если на фланге противников ну очень много. Ведь в случае чего вы просто не сможете от них быстро уйти. Кроме того, важно понимать, если во время загрузки в бою вы увидели, что тут будет очень много эсминцев, то эта тактика с большой вероятностью не сработает. Потому не стоит сбрасывать со счетов и альтернативную тактику закликивателя. Я, конечно, повторюсь, что она работает не так хорошо, как хотелось бы, но в начале боя порой у нас просто нет особого выбора. Главное только при всем при этом я отмечу, что даже на дистанции не скидывайте со счетов бронебойные снаряды. Ну а в течение боя старайтесь рвать дистанцию. Сначала попробуйте повоевать на 15 километров. Если идет все неплохо, то можем сближаться дальше. Дуэли с линкором я бы вам посоветовал не затягивать. Если видим, что на нас цель отреагировала, то пробуем отсветиться. После того, как линкор потеряет к нам интерес, опять начинаем стрелять. Если он вновь появляется, то повторяем схему до тех пор, пока он не потеряет интерес окончательно к нашему кораблю и не перестанет реагировать на нас даже после того, как мы открываем по нему огонь. Кстати, во второй половине боя, а может быть даже раньше, в зависимости от скорости уничтожения противников, попробуйте сокращать дистанцию до критично близких и реализовывать торпеды. В идеале, конечно, пользоваться островами для сближения, но иногда, как вот в этом случае с ЗАО и Москвой, необходимо действовать напрямую и дерзко. Почему? Ну, тут все очень просто. Даже и ежу понятно, что в дистанционной перестрелке два крейсера 10 уровня мы просто не способны перестрелять. А ЗАО сейчас, между прочим, очень упоролся и идет на дистанции 10 километров, чтобы не выпустить нас из-за света. При всем при этом он совсем не смотрит в нашу сторону, а это, ребят, как раз и есть повод быстро выйти в пике. В этом случае, если ЗАО не отреагирует быстро, то он либо будет ловить торпеды, либо просто будет обязан подвернуть борт, из которого мы сможем вытащить пару цитаделей. Итог, конечно, скорее всего будет печальным, но, тем не менее, данный сценарий боя намного приятнее для нас, нежели быть сожженным двумя крейсерами на дистанции, когда мы просто не способны что-то сделать им в ответ. Ну и теперь, ребят, ставьте лайки, если советы и обзор корабля были вам полезны. Поддержите формат и не забывайте подписаться и активировать колокольчик, ведь интересных видео про мир кораблей тут выходит много. Ну а для самых преданных фанатов я еще и подключил функцию спонсорства, со списком бонусов которого вы сможете ознакомиться, нажав на эту кнопочку. Ну а на этом все, удачи и до связи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok